Увлекаешься домашними сборками, ремонтами и ПК-экспериментами? Загляни на канал Стрин774. Парень изучает и ковыряется в разные ПК и гаджеты электроники, чтобы сделать своё киберсуществование чуточку лучше, и при этом развлечь вас процессом. В общем, если ждёшь ПК-контент, и хочешь научиться чему-то новому, ссылка в описании. Приветствую всех любителей апгрейда Железяк, которые вы в своих самых смелых фантазиях не представили бы в чьём-либо использовании. И, похоже, сейчас ваша лента просмотренных роликов разбавится ещё одним апгрейдом офисной ПК-экспериментами года Этак 2004-го. Синапсис примерно следующий. Штат сотрудников пополнил очередной заводской работник, завод выделил ему личную пекарню, его личная пекарня не умеет практически ничего. А всё, что умеет, делает очень плохо. Так что заводскому админу в режиме хардвардного эксперта вновь придётся что-то придумывать, дабы хоть как-то улучшить положение нового сотрудника на его рабочем месте. Итак, для начала давайте оценим, чем успел расщедриться завод. Перед нами тут пекарня в металлической коробке, предположительно 2004-го года. А вот сама начинка свойственна скорее 2002-му. Здесь элитгрупповская плата на 478-м сокете, без видеокарты, но с оторванным радиатором на своём северном мосту. И не найдя его в корпусе, предполагаю, что кто-то умудрился эту блестяшку спереть. Но вот вопрос, зачем, меня волнует не особо. Нужно быть очень неамбициозным вором, чтобы спереть радиатор моста у 478-го сокета. Так или иначе, чип прикрывать ему нужно, о чём свидетельствует жвачка, оставшаяся на кристалле. Вот таким вот образом некий план по апгрейду и ремонту этой пики и нарисовывается. А следующим пунктом в нём будет установка куда более мощного центрального процессора. Сейчас здесь стоит одноядерный 2-гигагерцовый Celeron. И как видите, скормить ему решили 1 гигабайт оперативы. Соответственно, раз уж в заводских донорах есть планки по гигу первой DDR-ки, они сюда и отправятся. Также древний 40-гиговый хард было решено заменить IDE-шкой большего объёма, и накинуть хоть какую-нибудь видеокарту, дабы окончательно разгрузить оперативу. К тому же завод стал массово переходить на установку 7-ки в качестве операционки. Так что накатить её сюда также придётся, и все вышеозвученные компоненты с ней уверен справятся. Благодаря своему обширнейшему опыту в работе с такими системами, я прекрасно представляю, на что оно будет способно после дополнения вышеозвученных компонентов и некоторого ремонта с обслуживанием. Теперь же подробнее о компонентах. Раз уж большинство плат на 478-м сокете умеют тридеть четвёртые пентиумы, и при этом прекрасно их понимают, новым ЦП станет 3-гигагерцовый четвёртый пентиум, который, естественно, умеет работать с двумя потоками. Плюс в случае её использования с новым охладом ничего не нужно будет придумывать. Старый алюминий прекрасно справится, так что он сразу возвращается на место. Новая АЗУ в виде 2 гектар также ранее была добавлена. Теперь же о видеокарте. Имеющиеся донорские запасы на заводе позволяют выбрать между GeForce 400 MX на 64 мега видеопамяти и GeForce 2 MX на 32. Аксиома Эскобара, конечно, сама просится быть озвученной, но, увы, это всё, что здесь есть. Так что мой персональный выбор пал на 64-меговую затычку. И в дальнейшем лишь остаётся надеяться, что перегреваться она не будет. В конце концов, ни вентилятора, ни даже распайки под него на ней не наблюдается. Что ж, похоже, основная база собрана. Теперь следует задуматься об обслуживании. Первый пункт в этом процессе самых внимательных уже удивлять не будет. Хотя, скорее всего, уже все заметили, что с блоком питания тут какая-то беда. Почему это на нём нет никакой маркировки, да и провода из непривычного места торчат? На деле же всё проще, чем вам кажется. Его поставили обратной стороной. Соответственно, всё время его работы и охлаждение БПшки оставляло желать лучшего. Учитывая то, что вся компьютерная периферия сюда заказывается уже собранной, мне не хочется верить, что этот косяк оставили ещё сервисные сборщики в далёком начале нулевых. Скорее всего, блок здесь менялся. А прошлые админы просто не отличались пряморукостью. Впрочем, сами напишите, если с подобным в брендовых системниках вы сталкивались. Может быть, практика не уникальна. Так или иначе, за всё время такой работы он не попух и не погорел. А значит, после небольшой прочистки продолжат здесь использоваться. И, пожалуй, теперь самое вкусное. Радиатор для моста, который при работе едва ли не обжигает всё вокруг. Также по фасту из донорских запасов удалось подобрать ему замену в виде радиатора с платы Астрок на 775-м сокете. По размеру он идеально подходит и зацепы имеет в тех же местах. Вот только серьёзная проблемка сразу нарисовалась. Второе ушко для зацепа оказалось оторванным и валялось в корпусе. До этого я был уверен, что в его отсутствии придётся решать проблему какой-нибудь леской, например. Но, к счастью, ситуацию удалось решить цивильней. Просто запаяв назад родную деталь. Вроде получилось надёжно. Надеюсь, новый радиатор не отвалится. Прямо на новенькую видеокарту. И вот как-то так выглядит финальный результат. Возможно, смотрится ненадёжно, но, уверяю, сидит он весьма крепко. Окей, теперь, раз уж со всеми проблемами этого компьютера мы разобрались, давайте оценим, как он поведёт себя на новой операционке и новом старом железе. Итак, всё меню из внутренности сегодняшнего пациента перед вами. Пока что каждая деталь пашет и не жалуется. Но что же до самой работы, в которой придётся вертеться клерку? Завязана она будет в основном на наборе текстов и составлении таблиц. Так что Word и Excel уже стоят, настроены и не лагают. Но, само собой, важной частью остаётся поиск информации в интернете. Так что за компанию проверяем и его. Раз уж приоритетом для работника становится текстовый интернет, на него в первую очередь внимание и обращаем. В нём, по меркам этого компьютера, всё весьма неплохо. Если же дело дойдёт до более объёмных задач в виде того же Ютуба, то безглючное видео будет доступно вплоть до 480p. Что очень неплохо. В конце концов, четвёртому пню уже давно прощают какие-то подлагивания. И раз уж мы тут привыкли оценивать компьютер в том числе со стороны персонального использования. Давайте посмотрим, что эта конфигурация может в паре-тройке игр показать. Я не раз замечал, что работники здесь иногда тусуются в CS 1.6. А вот вновь прибывшему новичку явно повезёт больше. CS Source умудряется дотягиваться здесь где-то до 40 кадров. Причём на не самом маленьком разрешении. Но зато на самых маленьких текстурах. И для безвентиляторной 64-миговой затычки с шиной в 64 бита лично я смело могу резюмировать эту картинку, как успех. Как минимум те из вас, кто с такими пекарнями не сталкивался, теперь представляют, что на них в перспективе можно поставить, если вдруг такую вам приспичит побыстрее на авито слить. Юзать её уж точно никому бы не советовал. Следом немного классики в лице Most Wanted'а. И здесь уже даже меню не особо высокими кадрами радует. Так что сразу пробую зайти с минималок и 800 на 600. И начав езду, однозначно стало ясно, что это и есть её оптимал. Примерно 40 стабильных кадров громко заявляют, что игра тут ещё как проходима. И что в первую очередь неслабо удивляет, эта затычка имеет все необходимые игре шейдеры. Если вы помните, каким образом функционировали её ближайшие родственники, то вас сейчас так же, как и меня, одолевает некая гордость за эту карточку. Так держать. Посмотрим так же, что она может, скажем, в Far Cry. Игра в конце концов тяжёлая. И некоторые джипишные затычки не просто глючат в ней, а прямым текстом заявляют, что поддерживать её не станут. Но не это. Как видите, на минималках средние кадры без каких-либо просадок держатся где-то в районе 30. Что также вешает на игру ярлык, способный к прохождению. Конечно же не факт, что вновь прибывший работник станет здесь что-нибудь из этого проходить. Но теперь все мы точно имеем представление, что собранная и слегка отремонтированная пекарня годится не только для офиса. Так что работа хардварного админа здесь выполнена, и можно потихонечку закругляться. Уверен, теперь все зрители хорошо представляют, что о 478-м сокете не стоит пока забывать хотя бы в рамках офисов. И что навыки в ковырянии сверхдревнего железа ещё как вам в жизни и в работе пригодятся. Так что пока не списывайте железных стариков со счетов. Лучше их внимательно изучите. Но главное, цените то, что имеете сами. На этом же всё. Надеюсь было интересно. Пока и до следующего раза.